Христос, посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст По образу, примеру и учению нашего Спасителя, Бога Иисуса Христа В чем возрастать? Конечно же, в любви к ближнему, в радости жизни, в мире и покое со всеми людьми, если это возможно, в долготерпении, в кротости, в смирении, в издержании, отрывании от себя Сегодня продолжим тему лжеучения антихристианского, антиевангельского Поговорим мы сразу о двух сатанинских направлениях Это ортодоксия, которая впоследствии разделилась на православие и католицизм Но это нам неинтересно, их не там внутренние разборки Поэтому все это называется ортодоксией и протестантизм Ну, со всей кашей, которая там есть Я на экране постараюсь, я буду, наверное, монтировать ролик И на экране размещу такую табличку Мы сразу сделаем сравнительную табличку И посмотрим, ну, жизнь наша делится на что? На учение или веру А есть великолепное слово вера, учение и жизнь Мы во что верим, так и живем Каково наши мысли, каково наше учение, так мы и проживаем в своей жизни Это естественно, я надеюсь, все это понимают Мы сегодня посмотрим, да мы все, наверное, посмотрим Сначала учение Три основных кита, какими сатана На каких стоит сатанинское учение про ортодоксии и протестантизма Они ничем не отличаются Любые системы от сатаны Бог — это свобода Где вы видите порабощение, а в любом культе идет порабощение, там нет Иисуса Иисус — это свобода, посмотрите на его жизнь, на его учение Ну и вот эти три слона сатанинских мы сегодня рассмотрим Первое Что делает ортодоксия Все они, естественно, стоят на страхе Если Бог — это любовь, это радость Сатанизм — это страх, это рабство Вы всегда увидите истину, отличите от лжи Первое Сейчас по табличке, я надеюсь, я добавлю Вы это увидите Первое Что делает ортодоксия Это служители сатаны, надо понимать Которые в раннем христианстве начинаются сразу две ветки Церковь Христова и Церковь Сатаны Они были от начала Вы помните, об этом нам написали и сообщили все апостолы Что антихристы, их уже много было во времена уже самих апостолов Поэтому ничего нового мы никто не придумываем Церковь Сатаны и Церковь Христа Она была от первых времен, когда Господь вознесся на небо Откуда мы ожидаем его с радостью в его второе пришествие Внезапно, но явно как молния Внезапно по срокам, когда никто ждать не будет Будет и есть, и петь, и замуж выходить И жениться, и детей рожать И Господь придет Ну, а придет он явно так, что Ни от кого это не станет сокрытым Придет он как молния От востока до запада Бывает видно, так будет пришествие сына человеческого, славя отца, со тьмой святых ангелов Первое учение, которое разрабатывает и внедряет служители сатаны, ортодоксия Это учение о булкобуге Страшное языческое учение О том, что под действием каких-то Каких-то людей Булка, хлеб Становится Богом Что есть люди, управляющие Богом Что эти люди Посредством определенных магических действий На трупном столе Если кто знает, то ортодоксия служит на трупах На вонючих мощах Как это действительно очень хорошее выражение И вот на этом трупном престоле Бог вселяется в булку Как вам такое? Вот это страшное, разработанное сатаной и его служителями Вернее, служителем сатаны по его действию Ибо они были им вводимы Разрабатывают это страшное учение Внедряют, естественно, пытаются в тело церкви Но тело церкви всегда и церковь Христова идет отдельно, параллельно И всегда параллельно идет церковь сатаны Вот ортодоксия церковь сатаны Она внедряет это страшное учение Языческое учение о булке Боге Что Бог по приказу людей Становится булкой На престоле мертвеца Они служат на трупах У них труп привязан к столику У них труп лежит, привязанный, пришитый к ткани Кругом полно трупов, так называемых мощей На этом столе они колдуют И посредством алхимии Булка становится Богом Страшное учение, конечно Отводящее людей от истины Естественно, учение-то Это не просто учение Там оно обрастает всеми совокупными вещами Соответствующими То есть ты можешь Будучи уже на смертном одре Тебе эту булку Бога Его служители всунет в ротик И ты спасен Это, конечно, ложь Ты идешь привлеком в ад с этой булкой во рту Это страшное учение разрабатывается Она, естественно, основана на страхе Если ты не ешь эту булку Бога Которую сделать может только определенный человек Который в иерархии стоит На определенных ступенечках Эти люди Это система, естественно, сетевого маркетинга Этих людей, которые могут делать из булки Бога Естественно, эти люди не просто так туда ставятся Эти люди выбираются Эти люди, естественно, служители сатаны Они готовы продать все Лишь бы стать этими служителями И управлять как бы Богом Но на самом деле через это лжевое учение Они управляют людьми То же самое параллель, что делает протестантизм Протестантизм На булку Бога они уже не успевают Это учение уже до них разработано Они разрабатывают другое учение Не оставляй собрания своего Что без лживого сборища сатанинского Ты не можешь спастись Ну, булка Бога у них уже ортодоксы Раньше, ибо они раньше них Вот, ну, сатана придумывает Чтобы у человека вообще не было Шанса соскочить и что-то Сатана для каждого свою пищу выбирает Тебя не устраивает булка Бог? Вот давай-ка на это ты подсядешь Сатана разрабатывает через своих учеников Разные-разные Через своих детей Разные-разные учения И вот, как мы знаем 500 лет назад через своих служителей Он разрабатывает новое учение Кого не устраивает уже вот это Учение Ортодоксальное Да, он разрабатывает новое учение В своей же церкви Все это православие, протестантизм Это одна и та же церковь сатаны Просто разные-разные игрушки Чтоб ты запутался Вот это древо лжепознания Лжедобра и зла Оно всегда присутствует Есть Бог, который в человеке И есть снаружи И сатана тебе будет много-много лжей истин Кто знает схему простую Как Как обольщает сатана И его слуги Есть истина Есть ложь Конечно же, ложь в чистом виде Никто никогда вкушать не будет Это очевидно, правильно? Для каждого человека Какова схема? Тебе показывается Лжей истина Под видом истины И зло И тебе кажется, что ты выбираешь Между добром и злом На самом деле, ты между лжей истины И ложью выбираешь Все то же самое, да? Вот это то же самое Сатана играется Предлагает много лжей истин Под видом, что в одном там есть истина В одном ложь Но ты на самом деле Все время в лжеистине Бог только в тебе Бог сотворил человека И вдунул себя в него Вошел в человека Вдунул в него свое дыхание Свою жизнь Он не строил никаких капищ Он никуда не входил То же самое произошло Когда Бог пришел во плоти И каждая истина Кающийся в своей греховной жизни И желающий вернуться в рай Возвращается туда И получает опять Бога В сердце свое Вот и все И это непосредством Каких-то людей происходит Это происходит только от того Когда человек вообще об этом услышал Как это произошло С Корнилием, сотником И всем его домом Он когда только услышал Об этом весь Что можно вернуться в рай Просто Просто захотеть И все Ничего от тебя не требуется Просто захотеть Вернуться в рай И прожить нормальную свою жизнь Как должен был прожить Адам У тебя есть для этого все Ты только услышал И только захотел Это в сердце И Бог тут же входит в тебя Без всяких людей Без всяких материальных вещей Даже водного крещения Только по твоему желанию От услышанной Этой благой вести Что если ты человек Если ты захочешь Изменить свою жизнь Бог тебе даст Все потребное для этого Все Естественно Сатана разрабатывает Новое учение Учение о том Что без собрания Без сборища сатанинского Тебе не спастись Но на самом деле В сборище сатанинском Ты идешь прямой дорожкой в ад Вот и все Ни на что больше Ты там рассчитывать не можешь Только на ад Кто читал послание к евреев И понимает контекст того стиха На котором они основывают Своё уже учение То там речь как раз идет о том Что если это собрание Сделалось уже сборищем сатанинским То на самом деле Оттуда бежать надо Сломя голову А не оставлять Все только при том условии Как раз Если это собрание святых А ты отваливаешься Если эти святые страдают Гонимы Ни в коем случае Не бросай их На произвол судьбы Если у тебя есть Бладбилет какой-нибудь И тебя гонение не трогает Потому что ты сынок Сынок начальника полиции И тебя за твою веру Папа готов Хоть ты не отрекаешься Но папа готов тебя покрывать А всю церковь гонит Ни в коем случае Не оставляй её Но сатана Булка бог Крещение младенцев Второе чуть посложнее Там хоть немножко Надо потрудиться Естественно Первое рассчитано Тупо на язычников Ползающих И брюхом И головой Своих по земле На порождениях Ехидны На змеёнышей Вот и всё Этих людей Очень легко улавливать Им кроме земли Ничего не надо Поэтому учение Обулка бога Ему очень льстит Ихней греховной природе Они не собираются Избавляться от греха Им вообще всё равно Он под полотенчиком У папа стоит Кается Что он типа покурил И тут же выходит И смолит эту соску Тут же кается Что всех осуждал И тут же выходит И всем кости перемывает Лично Им всё равно На всё Им всё равно На святую жизнь Им это не имеет Для них никакого значения То же самое Так как они первые Им сладенький кусочек Достается Это разработают Они разрабатывают Учение о крещении Младенцев Лживое Антиевангельское учение Опять же рассчитано На Дивана веров Протестанты от православных Ничем не отличаются Учения По крайней мере Людей я не знаю Есть люди и там и там Здравые Желающие вырваться Из этой лжи Такие люди конечно же Есть и всегда были И будут я в это верю В церкви Христовой Вот и такие люди Познавшие истину Должны выйти конечно же Из всех культов И служить Иисусу Ибо если мы будем Молчать камни Тогда вас запьют Вот тогда Не поздоровится Человечество Они разрабатывают Они разрабатывают Это учение О крещении Младенцев Самый верный способ Тебе вообще Ничего не надо делать Не надо Не проповедовать Не благоествовать Ты просто Разрабатываешь Как всегда Учение Лживое Учение Основанное на страхе Все Не покрестил Естественно Всегда речь идет О том Что Бог плохой Человек хороший Бог всех детей Посылает в ад Все некрещенные Младенцы погибают Все они Бог же злой Бог праведный судья Мы хорошие Мы должны все сделать По языческому культу Мы должны покрестить Младенцев Мы должны В них пихать Эту булку Бога Сами этого булка Бога Есть Ну и естественно За все это надо платить Конечно Все это называется Добровольными пожертвованиями По прайс-листу Который на каждом храме Прибит В каждой церковной лавке Делать вообще ничего не надо Ты адептов получаешь себе Естественно С самого детства Все И соскочить они не могут Это игла страха Люди От страха готовы Жизнь свою продать А уж тут и особо-то Ничего не требуется 10 рублей дал И все И живи как хочешь Хочешь греши Хочешь не греши Это твое дело Вообще Попу до тебя до фени Что ты делаешь Ну у празистантизма Все потяжелее Халявное учение О крещении младенцев Занято Сатана через своих Служителей Делает чуть Вроде бы Казалось бы Похожее на учение Иисуса Христа Что это Великое поручение Проповедовать Но что проповедовать Иисус Христос Когда посылал Своих учеников Проповедовать Он им говорил Идите по всему Лицу земли И учите Соблюдать Все Что я Поверял вам Иисус никогда Не учил Своих учеников Посылать им Чтобы они проповедовали Спасение По вере Иисус Христос Заповедовал Своим ученикам Проповедовать Покаяние И веру В Евангелие Которое в том Что человек Бог есть любовь Не Бог плохой А вы хороший Да нет дорогие Бог хороший А вы все Во грехе Покайтесь И измените Сами измените Я дам все вам потребное Силы Условия Я все дам Но ты Ты стань святым Ты Ты должен будешь Благословлять Ты должен будешь Благотворить Ты должен будешь Молиться за врагов своих И за любящих тебя И за ненавидящих тебя И к людям к тебе Никакого отношения Казалось бы не имеющих Все это делать Ты будешь сам Сам Да я буду Помогать тебе Да я буду Всегда рядом Но ты все это Будешь делать Абсолютно сам Ты человек Что делают протестанты Все их невеликое поручение Идти до краев земли Это что Как Господь и сказал Обходить моря и суши Чтобы обратить Хотя бы одного И сделать его Сыном гиены Вдвое худшим В вас Верующим Бесом Воплотим С виду Казалось бы Они занимаются Добрыми делами Нет Они делают Они рождают Рожают По всему лицу земли Не важно Какая она Круглая Или квадратная До каких Они краев Это делают Все что они делают Это они плодят Бесов Верующих Бесов Воплоти Детей Гиены Вдвое Худших себя Зачастую Вы когда-нибудь Слышали Что протестанты Проповедовали Любовь человека К человеку Разве не в этом Евангелие Иисуса Христа А разве не Иисус Христос Говорил Что если ты Получив Познание истины Отвалишься От нее То ты Ожидает тебя Но это правда Его апостолы Говорили И сам Иисус Говорил в притче Ну апостол Хорошо в евреях Автор сказал Что Ярость Огня И страшное Ожидание Суда А разве не Иисус Христос Говорил Что Когда Я тебе Повелел Раздавать хлеб А ты Камни Раздавал Церкви И вместо того Чтобы заботиться И петься Как Павел Говорил Как кормилица Заботиться О детях своих И как отец Умоляет И уговаривает Жить по Евангелию Он говорит Вы ели и пили С пьяницами И били Рабов Моих И говорит Приду Такого Раба И рассеку Его А разве не Господь Говорил Что Из десяти дев Пять оказалось Юродивыми И пять Здравыми А разве Господь Не говорил Что из трех рабов У которых было Данно По разному числу Талантов Или одно число Мины И каждый должен был Что-то принести И те кто принесли Вошли в радость Господина А тот кто закопал Зарыл И спрятал в платочек Оказался битым А разве не тот Раб прощенный С десятью тысячами Талантами Потом Был вновь призван Господину И выброшен Был во тьму Внешне Чтобы отдавать Ему все Десять тысяч Талантов Которые Казалось бы Он ему Простил Разве Иисус Об этом Не рассказывал Разве Иисус Не Петру И всем Ученикам Повернувшись Говорил Что Кто хочет Следовать за мной Отвернись Себя Возьми крест Свою Следуй за мной Ибо кто хочет Душу свою Сберечь Тот потеряет Ее А кто потеряет Ее ради Меня И Евангелие Тот сбережет Ее Ибо придет Сын Человеческий Во славе Отца Со святыми Ангелами Это он говорит Своим Ученикам И всему народу Вокруг И воздаст Каждому Каждому Он своим Ученикам Говорил По делам Его Ибо есть Некоторые Из вас Которые стоят Здесь Которые Не вкусят Смерти Как увидят Сына Человеческого И царствие Его Грядущее И его Грядущее В царстве Своем Это кому Он говорил Разве Слышали Такие Проповеди От протестантов Нет Все что Они проповедуют Ложное спасение По вере От второго Суда Никакого Спасения У тебя Нет У тебя Есть Спасение Только Первое Когда ты Каешься У тебя Есть Шанс Написать Новую Книгу Своей Жизни За которую Ты Дашь Точно Такой Отчет Когда С Любой Язычник И Тарь Но у тебя Есть Великое Преимущество Ты знаешь Истину Ты знаешь Как тебе Жить Поэтому С виду Казалось бы Ну Понятно Я говорю Ортодоксы Самую Сладенькую Откусили Кусочек Булка Бог Крещение Младенцев У этих Чуть Потяжелее Там Чистой Воды Язычество А оно Очень 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 Человеку Близко Очень Булка Бога Поел Младенцев Покрестил Все Мы в раю Протестантов Все потяжелее Собрание Оставил Не оставил Ну что Собрание Ну оставил Я Тут все таки Булка Бог Страшно Как это Я от Булка Бога Отказался Ну и там Проще Там адептов С детства Себе При Это Заклеймят Запечатлевают Только не Духом Святым А понятно Чем Печатью Сатаны Ну им Потяжелее Им надо Идти Понятно Разработанное Учение Там все Это я Упускаю Как вы Понимаете Под пункты С какой Целью Они идут Все эти Великое Поручение Благоествовать Проповедовать Чтобы своих Адептов Ведь спастись Ты можешь Только в этом Собрании Ведь он идет Проповедовать Только свою Секту В которой Пастырь Собирает Десятины В сетевом Маркетинге Цель Пастыра Проповедовать Проповедь Только не Евангелие А ленивого Спасения По вере И десятины Только с той Целью Чтобы найти Себе Адептов Чтобы сетевой Маркетинг Выставить Сетевую Структуру Пирамиду Финансовую Вот и все А этим Втирают Что это Типа Спасен Человек Ты ему Ничего не Говоришь Что ему Надо Святую Жизнь Будет Вести Что он Будет Давать Отчет За каждое Своё Слово И за каждое Своё Дело Это Ты ему Не говори Это ему Не надо Знать Ты ему Скажи Только о Спасении По вере Вот и все И что без Десятины Он Обкрадывает Бога Все Напомню ему Малахи Ну и заканчивается Порочный круг Чем Ортодокси Разрабатывает Учение О том Что без Что в тебе Вообще Когда у тебя Какая-нибудь Мысль Причтение Писания Особенно В современном Благодатном Мире Возникает Что ты Сам читаешь И ты вообще Видишь Что все Это Не состыковывает Никакого Булка Бога Нету Что Господь Вдунул себя В человека Еще в раю В Новом Завете Он опять Лишь по желанию Человека Входит в него Или И так же По желанию И добровольному Грехопадению Человека Очередного Господь Может опять Отойти от человека И когда человек Это особенно В благодатное время Задается Умный человек Задается вопросами А как же Все это Вообще Что Бог Любовь Какие крещенные Некрещенные Младенцы Водой Это вы вообще Откуда взяли Вы что из Бога Делаете Сатану А из себя Хорошеньких Все Вам обрубают Все ваши вопросы На чем На предание старцев На новой религии Никакого отношения Не имеющихся к Евангелии Иисус никогда не говорил Что он не смог Принести Учение 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 С небес К любому Ибо она Ибо она образ Это 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 евангелие Он говорил Идите по всему миру Научите всех Тому чему Научил я вас Учая их соблюдать Все Что я вам повелел Все И Господь говорил Кто хотя бы Одну Одну Самую маленькую заповедь Нарушит Так еще и научит Так люди А ты по-любому Научишь Когда ты сам Сотворил ее То есть согрешил Нарушив Хоть одну заповедь Тот самым Маленьким В царстве небесном Наречется Никакое водное крещение Никакой булка Бог тебе не поможет А кто все Исполнит И научит так людей Тот великим Наречется В царстве Божьем Вот учение Иисуса Христа Оно не состоит Из стихов Библии Из стихов Даже Евангелия Это учение Иисуса Христа Учение святости Святости личной Твоей святости Твоя личность Твоя свобода Твоя совокупность Твоих выборов Череда твоих выборов Ежедневных Которых ты тысячи делаешь Обидеть или Пожалеть Оскорбить Или благословить Подать или отнять Это твои личные выборы Твоя личная святость Бог хочет Чтоб ты был свят Будьте святы Как свят Господь Бог Ваш Будьте Совершенны Как совершенны Вы не будете Иисус говорит Когда креститесь Будьте Будьте Сами будьте Своим собственным Желанием Своими собственными Делами Силы подает Тебе все Потребное Подает Бог За тобой Выбор Человек Ты сам Будешь гореть В аду По собственному Желанию Потому что ты сам Возлюбил Этот ад Ну и естественно Когда у вас возникают Любые вопросы Третье Разработанное Учение О том что ты Тупой человек Ты ничего Понять не можешь Бог Который пришел Во плоти В человеческой плоти Говорил человеческими Устами Лучше него Никто не мог Снизвести С небес Заповедь Божию Никто Как еврейский народ Возмущался Кто взойдет На небо Христа Низвести Как потом Павел это Духовно понимал Сошел Сошел сам Бог Дал нам четкое Понятие Учение Жизни Потому что сам Прожил Достаточно Молчаливо Прочитать его жизнь О его жизни И понять Что это такое Как я должен жить Я должен в любви Жить к человеку В благодарности К Богу В уповании В издержании В смирении К ротости Как жил Наш учитель Наш творец Сошедший на землю Чтобы дать нам Этот путь Путь Нелживый Прямой Понятный Местами трудный Но как Господь сказал И благословенный И блаженный Ибо заповеди его Не тяжкий Легкий И блаженный Ибо блажен Соблюдающий Господь все время Говорил Ну вам естественно Замыкает Порочным кругом Что без предания Старцев Без лжеучителей Вы не поймете Истину Ну и естественно Эти лжеучителя И разработали Это Они разрабатывают Эти лжеучителя В первых веках Естественно Это они сразу Стали в церкви Помните все послания Господь нам специально Все это оставил Мы видим Что они с самого начала Были Эти лжеучения Разрабатывают Учения Об улка Боге О крещении Младенцев И замыкают Порочный круг Чтобы вы не вырвались А тем что мы говорим Это истина И мы здесь Наместники Христа На земле Все Это мы понимаем Истину Все И вы попали В замкнутый круг Вырваться вы не можете Ну и тоже делают Протестанты Кто знает В какой культ У них возведены Пастыря То же самое Что та же самая Любая протестантская Секта Либо Даже свежая Которая еще Два дня от роду Нет И там какой-нибудь Божок Себя возомнил Христом Что потом Его последователь Даже после смерти Возводят В точно такое же Предание старцев Вся разница Между Ортодоксией И протестантизмом Что У ортодоксии Это уже Вот такое Вот предание И Предание Нового Века У них Как это слово Прево Ну понял Ладно скажу Не буду Выкаблучиваться Короче Превосходит Библейское Предание Даже пророков Там Праведников И так далее Писание Ветхого Завета То у протестантов Это либо Выше всех В основном Это либо Культ живого Какого-нибудь Я Христос Из этой серии Там и там Будут говорить Да И в основном Это прерогатива Назвали Назвали Христианство И Библию Словом Божьим Это ересь Страшная Иисус Никогда Не называл Никакую Библию Словом Божьим Ее никогда В жизни Не было Иисус Всегда Говорил В какой Книге Что Кто Сказал Он говорит Правильно Говорил о вас Пророк Исайя Говорит Вы что Не читали В законе Что повелел Вам Моисей Иисус Всегда Так Выражался Говорит Не в законе Лев вашем Он книгу Называет Написано Вы боги И дети Всевышнего Говорит Разве Не к вам Было Слово Божье Это Было Слово Божье И это Написано Не может Нарушиться Там Есть И слова Сатаны Библия Это Не слово Божье Это Набор Писаний Там Разные Есть Слова Яркий Пример Всем привожу В пример Книга Экклезиаста Откройте Как она Называется Слово Экклезиаста Проповедника Какое это отношение К слову Божье имеет Это Книга Экклезиаста Проповедника Она Так И начинается Какое это Слово Божье Там Слова О боге Нет Все И вы Попали В капкан Господь Говорит Вам сказано Люби Ближнего И ненавидь Врага Твоего А я Говорю Вам Любите Врагов Любить И ненавидь Это Две Противоположные Заповеди Только Глупый Человек Не видит Этого Я с такими Общался Сшивают Ветхий Новый Завет И делают Третью Религию Это Не Евангелие Евангелие Это Любить Врагов Ветхом Завете Никогда Не было Никакого Повеления Любить Врагов Господь Не посылал Учеников Проповедовать Ветхий Завет Ни закон Ни заповеди Ничего Подобного Иисус Христос Заповедовал Проповедовать Евангелие Все То Чему Он Их Научил Придя Во плоти Это Все Что Должен Делать Христианин Жить По Евангелии Проповедовать Евангелие Естественно Это Евангелие Размыли Библию Вы послушайте Протестантские Проповеди У них Через слово Цитата Ветхого Завета Порой Книг Даже Неканонических И вы В этом же Капкане Все Выбраться Вы Говорите Это Не По Евангелию Иисус Никаких Десятин Не Собирал Один Ученик Ему Никакой Десятины Не Принес Он Этого Не Проповедовал Вам Лживое Учение Ты Что Против Слово Божье Какое Слово Божье Какое Слово Божье Где Иисус Тебе Говорил Что Ты Будешь Жить По Слово Божье Иисус Сказал Что Вы Должны Соблюдать Все Что Повелел Иисус Иисус Нигде Сам Никаких Десятин Не Собирал Никто Ему Не Платил Ни Ученики Ни Народ И Никому Этого Не Ученики Этого Не Делали Сами Не Собирали Ничего Не Платили И так Каждое Лжевое Учение Касаясь Сегодня Мы Их Не Разбираем Это Три Столпа Рабского Страха И Вам Везде Проповедует Страх Где Страх Там Служители Сатаны Иисус Проповедует Любовь И Счастье И Радость И Свобода Где Вам Проповедует Страх Это Антихристианство Это Не Иисус Иисус Это Любовь Это Радость Это Мир Это Учение Ну И Соответственно Жизнь Монашество И Я Спасен Ешь Пей Веселись Вот Вам И Все Соответствующая Жизнь Как И Учение Так И Жизнь С Чего Начинается Нагорный Проповед Иисуса Тогда Светит Свет Ваш Перед Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Небесного Отца Не Ставит Нормальный Здравый Человек Свечку Под Кровать И Под Стол Но Ставит На Самое Высокое Место Чтобы Сиял Все Что Делает Сатана Разрабатывает Учение О жизни О Монашеской Жизни Что Верх Пик Святости Это Совершенство Это Уйти В Пещеру Учение Господь Господь Благословляйте Благословляйте Учите Пророчествуйте Евангелиз Евангелизируйте Творите Добрые Дела Одевайте Питайте Посещайте Что делает Сатана Сядь И умолкни Исихазм Исихазм Великое Учение О молчании Ничего Не говори Ничего Никогда Никому Закройся В пещере И ничего Никогда Не говори Святое Молчание Исихазм Это Высшая Степень Святости Сатана Добился Сатана Церковь Сатаны Так и Живет Куча Черных Головешек Ряженых Хотя Порой Их не Черные Наряды Дороже Чем В 10 Раз Любого Самого Простого Спортивного Костюма Купленного В Магазине Какие дела По 30 лет В пещере Сидят По 50 Так и Помирают Не выходя Это Верх Святости Вы Почитайте Их Жития Величайшей Святости Это Никому За всю Жизнь Ничего Не Сказать И Никому Ничего Не Сделать Просидеть А лучше Помереть В этой Пещере В которую Ты ушел Ничего Не Благовествовать Никого Не Утешать Ничего Не Делать Исихазм Закрой Свой Рот Закрой И забей Свою Голову Тупой Иисусовой Молитвой Чтобы Тебе Никакая Ни Одна Трезвая Здравая Мысль В голову Вообще Не Вошла Просто Бубни Пять Простых Слов Просто Их Бубни Господи Иисус Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешно Чтобы Мне Вообще Никогда Никакая Святая Благая Умная Мысль В голову Вообще Никогда Не Пришла Чтобы Я Просто Забил Свою Голову Просто Пихал Пихал И пихал Чтобы Мне Не было Мысли Вообще Подумать Не было Времени Чтобы Никакая Мысль Не Проскользнула Между Очередной Иисусовой Молитвой Чтобы Я Просто Долбил В голову Что Я Грешник Я Недостоин Ну и Протестантизм Я говорю У них Чуть-чуть Посложнее Там-то Проще Хотя Это Наверное Сама Жизнь Учение Посложнее Немножко Тяжелее Убеждать Там Рассчитанное В ортодоксе На языческое Сознание Очень легко Убеждается Очень легко Протестантизм Чуть потяжелее Все это О святости Сборища Сатанинского Великом Поручении Все-таки Что-то Делать Надо Адептов Этих Ловить В своей сети Слово Божие Как-то не так Тут все-таки Кумир Предание Старец Старец Знаешь Какой Борода Вот такая Не важно Что Палата Номер 6 Его Место Жительства Прописка Знаете Что Бумажка Слово Божие Все-таки Как-то Немножко Нет Такого Перед ней Страха Ну и Вот Что Протестантизм Я спасен Поверь Все Не отдел Чтобы не хвалился Целыми днями С экранов Телевизоров Льется Хотя Дальше Стоит Написано Павел Ибо Бог Предназначил Нам Чтобы не хвалился Павел Говорит Отчиславие Там Слово Стоит Не отдел Чтобы никто Не хвалился Ибо Бог Нас Создал На добрые Дела Когда Ты Начнешь Тот Задирать От своей Святой Жизни Смотри Как бы Тебе Не свалиться Ты Делаешь Как Господь Говорил Когда Вы Все Сотворите Вы Делаете Только То Что Вы Должны Потому Что Природа Бога Любовь Радость Мир Потому Что Мы Людям Добро Делаем Это Нормально Когда Мы Зло Делаем Это Ненормально Ибо Мы Созданы Нам Добрые Дела Мир Создан Это Царство Любви Было Ну Естественно Как Учение Я Спасен Верой Такова Жизнь Все Все Что От них Требует Их Не Учителя Это То Что Вот Они Вот Это Вот Что Без Борис Станинского Не Спастись Иди Это Всем Рассказывай Их К нам Приводи Мы Будем Стричь Брить Доить Ну Естественно Основываясь Потому что Вдруг у него Тоже Мысль Закрадется Из Евангелия Что-то Мне В противовес Сказать Я ему Словом Божьим Тут же Отрублю Все Его Желания Все А дальше Все Ты спасен По вере Больше Тебе ничего Не требуется Только Проповедовать Нашу Секту Чтобы они Приходили А тут Мы их На слове Божьем Обработаем Все Евангелие Они обе Выкинули Секты И Ортодоксия И протестантизм Евангелие Для них Не имеет значения У одних Предание старцев У других Слово Божье Все Евангелие Там Если ты вдруг Я говорю Третья ступень Это ступень Того Чтобы Если вдруг Ты все-таки Надумаешь По Евангелию Что-то им Говорит Тебе Сразу Заткнут Вот оно Святое Учение Ну конечно Ты можешь Все это Выбросить Потому что Соответственно Этим Лжеучением У тебя Будет И жизнь Либо Вот Монашество Либо Спасен По вере Лежи Ешь Пей Веселись На день Заклания Мои родные Любимые Я призываю Вас Всех Кто Слышит Эту проповедь Поверить В Бога Любовь В Бога Творца Неба Земли Которому Ничего Не надо От нас Как родителям Ничего Не надо От Месячного Новорожденного Ребенка Он ему Дать Ничего Не может Все Что Он Может Подарить Это Улыбку Которую Еще Сам Не Сознает Что Дарит Бог Сотворил Прекрасный Мир Откройте Первую Вторую Третью Главу Книги Бытия Первой Книги Библии Бог Сотворил Прекрасное Мироздание Сотворил Человека И Вдунул В него Дыхание Жизни Личность Любящую Свободную Смиренную Короткую Долготерпеливую Вечную Вечную Она Не умрет Никогда Личность Ни одного Человека Больше И Это Свободная Любящая Смиренная Вечная Личность Должна Просто жить И радоваться Жизни Вот и все Проповедуйте Эту Свободу Любви Свободу Радости Свободу Мира Свободу Кротости И Смирения Вот и все Приводите Людей В Царство Божие Если вы Любите Людей Вот и все И начать Надо с себе Бесполезно Слушать Меня Читать Евангелие Которое Об этом Говорит И ничего Не делать Вы собираете Себе уголь На голову Вы думаете Что вы Во всем Этих Беззакониях Участвуйте Почему У вас Рот Не открывается Почему Вы Это Не проповедуете А потому Что Вы Не живете Так Вы Слушайте Слушайте Может Вам А что А сами И ходите Дальше Туда Продолжаете И участвуйте В делах Тьмы Не служите Иисусу Не любите Людей Если вы Любили Во-первых Надо себя Полюбить И выйти Из этого Беззакония И тогда Господь Войдет В вас Силой Своей И вы Станете Об этом Говорить Это будет Свидетельство Что вы Верите Что Бог Любовь Что Бог Свобода Если вы Верите Еще в Булка Богу В крещение Младенцев И вообще В бестолковое Крещение Не важно Там Ортодоксы И взрослым Крестят Без Евангелизации Без Проповеди Евангелия О том Что человек Ты должен Будешь Изменить Свою жизнь Все Что им Нужно Адепты То же Самое В протестантизме А Господь Нам Повелел Делать Учеников Там есть Хороший Грецкий Перевод А ученики Это те Кто Заквашивает Мир Любовью Радостью Миром Кротостью Смирением Долготерпением Воздержанием Милосердием Начать надо С себя С себя Обязательно Нет никаких Спасающих Тебя Собраний Нет никакого Булка Богу Нет никакого Великого Поручения Проповедовать Спасение По вере Или крещение Младенцев Нет никаких Непреданий Старцев Истинных Или ложных И никакого Слова Божьего Под названием Библия Есть Евангелие Иисуса Христа О том что Бог есть Любовь Эту любовь Познали Мы в том Мы конечно признаем Иисуса Богом Что он положил За нас душу Свою И мы уверовали В эту любовь Узрев Эту жертву Его саможертвенную Его любовь К нам К людям Мы уверовали В нее И познали Что Бог Есть любовь И пребывающий В любви В Боге Пребывает И Бог в нем А не кушающий Булку Или ходящий В собрание Сатанистов По сути Если вы так Не живете Значит вы в это Не веруете Потому что Вера человека Это его жизнь Все что у человека Внутри Все проявляется Снаружи Если вы ходите В эти капища Если вы едите Этого булку Бога Если вы крестите Своих детей Если вы людям Проповедуете Эту чушь О том что можно Поверить Неизвестно Что такое Вера в Иисуса Что это такое Что Что это Вера Что значит Я верую в Иисуса Что он 2000 лет тому Ходил назад 2000 лет тому назад Ходил по земле Да вы апостолов В это даже верить Не надо Было Они увидели Все Что такое Верить в Иисуса Нет никаких Непреданий Старцев Никакого Слова Божьего Из ветхого завета Можно только пользу Вынести Назидательную Как не надо делать Редкие там есть случаи Которые соответствуют Евангелию Которые можно Тоже На уст Намотать Взять на вооружение Что даже в ветхом завете Люди умудрялись Жить по Евангелию Не зная его Есть такие моменты Так что Я призываю всех Служить Иисусу Служить Богу Служить Царству Небесному Служить Быть закваской Этого миру Четыре Четыре основных Природы Бога Столпа его Очень легко запомнить Бог явил Это своей жизнью Первое Это его сошествие На землю Это символ И это первичный И фундамент Природы Бога И природы человека Это смирение Кротости смирения Бог сошел на землю И в каком образе Не имея ни образа Ни величия Ни на кого руки Не поднял Никому руку Не сушил Которые ему Гвозди в руки Вбивали Когда его Сатаной Называли Ничего не ответил Когда его По щекам Хлистали Никто что-то Не умирал Заживо Хотя у него Перед ним Не было Ничего Неподвластного Вторая природа Это его жизнь Жизнь Даже до креста Любовь К человеку Даже до креста Вся его жизнь Это жизнь Благих Добрых Дел Любви К человеку Никакого Внешнего Культового Поклонения Богу Он не дал Более того Он говорил Абсолютно Противоположные Вещи Иудеям Он предлагал Раздолбать В клочья Храм Соломона И весь этот культ Самарянки Идет обратно В Галилею По дороге Через Самарию Говорит Что настоящие Поклонники Будут поклоняться Отцу В духе истине Они на этой горе Не там Не там Не там А сейчас везде поклоняются Там 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 Везде Там А поклонники Отца Там А поклонники Или как правильно сказать Там А отца Поклонники А Иисус Сказал Будет поклоняться В духе истине В святости Во внутренней Которая будет проявляться Наружу Никакого Ни обряда Ни формы Ни учения Ни книжки Он не составил Где будет священник Как они будут называться Как они будут рукополагаться Дары в своей церкви Господь раздает Духом своим По своему желанию Усмотрению На пользу этого самого человека И пользы ближнего Вторая природа Бога Это любовь Которую он явил Даже до креста Третья природа Бога Это любовь Ой Это жизнь вечная Жизнь бессмертия Бесполезно Бога убить Он воплотился Его убили А он жив А он жив Это воскресенье Третья природа Бога И четвертая природа Бога Это свобода Это есть личность Слово личность Это есть выбор Ты сказал слово выбор Или свобода выбора Это есть личность Это есть человек Это есть природа Необъяснимая Это я Это я Это то, что у меня есть мое Да, тело мне дал Бог Да, душу со всеми свойствами Со свойствами тела Мне все дал Бог у меня есть мое вроде бы он меня создал он был в меня дыхание жизни и он есть дух и он во мне но я есть отдельно я просто есть потому что я сознаю себя и я это то кто я есть хороший или плохой добрый или злой это я потому что я выбираю как мне жить хотя я часть бога я его маленькая капелька в мироздании но у меня есть мое на этой земле это я это моя святость или грешность это я потому что я выбираю каким не быть я и только добровольное стремление к святости угодно богу это символ вознесения 4 божественной природы 44 столпа первое кротости смирения это сошествие бога на землю и как мы знаем даже в ад он пошел за некогда непокорными чтобы вывести их чтобы они когда-то пострадав по плоти жили по богу духом любовь его крест его вся благотворительная жизнь и даже до креста чтобы явить нам эту любовь просто безрассудно это вечность это жизнь это бессмертие человеческой природы потому что бог бессмертен вечный бесконечен и это свобода где вы этого не видите там нет иисуса там нет бога там нет дух святого и где ты потерял одну из этих природ ты потерял все четыре ты потерял кротости смирение ты потерял любовь ты потерял жизнь вечную ты потерял свободу ты стал рабом греха ты потерял любовь ты потерял смирение и кротости превознесся зачиславился однозначно ты потерял дух святого ты потерял жизнь ты потерял Свободу ты стал рабом греха, рабом зла, рабом нелюбви Ты отрёкся от своей свободы, ты отрёкся от Бога В тебе есть страхи, ты не свободен, где страх, там нет никакой любви В тебе нет Бога, ты не любишь Бога, ты не веришь в Бога, ты не веришь в Бога-любовь Ты не имеешь общего с Ним ничего Давайте заквашивать мир, ибо надо отдать должное тем До нас Евангелие настоящее дошло только благодаря тому, что существовали всегда настоящие христиане Давайте ими тоже быть, давайте без страхов веровать в Евангелие Иисуса Христа Который сказал, что Бог есть любовь, Бог есть свобода, Бог есть бессмертие И Бог есть скротость и смирение, всё это есть Он Давайте быть точно такими же, являть в себе Иисуса, тоже спокойно жить Не бояться злого Бога, этим светить и людей этой любовью, свободой, жизнью, радостью, миром заражать Ибо если мы сами этого не имеем, что наши слова? Ты должен жить, и не бать, я буду втирать про культы, про булка богов, про собрания, про десятины, про проклятие Ты скажи, дорогой, отойди от меня, иди своей дорожкой, как Господь говорил Когда его тоже пытались там всех и апостолов затыкать Самим надо свято жить, самим И обязательно вокруг тебя появятся такие люди Я личной жизнью свидетельствую Будешь это проповедовать, я один оставался, я целиком остался один Но Господь сказал, нет никого в этом мире, кто оставил бы всё и не получил бы даже в этой жизни И братьев, и сестер, и имение, дома Я свидетельствую, что истина Слова Христова, истина Есть у меня теперь и братья, и сёстры, и дома, и имение Всё у меня есть по всему лицу земли Так что светите, светите, начинайте с себя, ничего не бойтесь Бог укрепит всегда Бог сделает вам лоб вдвое сильнее ихних До слова, которому никто не сможет противостоять Читайте Евангелие прежде всего, если вы ещё его плохо знаете Есть силы, возможность, присоукупляйте книгу деяний и посланий апостолов Обязательно Ну всё, на этом заканчиваем Все мои контакты у вас на экране, есть в описании к ролику всегда Подписывайтесь на мои каналы Жмите там на колокольчик, чтобы не пропускать свежие видео Ставьте обязательно лайк, если ролик вам понравился Кому полезно, отрадно, назидательное служение Для меня это символ и сигнал о тех, кто меня действительно любит Тем, кому я приношу пользу, радость и отраду, назидание И делитесь обязательно этим роликом на ютубе, в социальных сетях Со всеми, кто алчит и жаждет евангельской христовой правды Но прежде всего, сами заквашивайте этот мир обязательно Не надо приводить вот там, вот там, вот есть Надо самим, надо самим зажечься и начать светить Обязательно, самим Это очень важно Ну все, я с вами прощаюсь, всех нежно целую, крепко обнимаю И помните, не пытайтесь изменить мир силой Всегда помните перед собой Иисуса Который изменил мир, полюбив его Субтитры создавал DimaTorzok